Кто собрал космического автобота? В Азовском море пропали двое рыбаков. Родные братья отправились за уловом на моторных лодках. Связь с ними прекратилась вечером в день отплытия. Как ищут рыбаков, расскажет Ольга Соломяная. Жены пропавших рыбаков в третий день со слезами на глазах приходят к морю. Ольга и Наталья все еще надеются увидеть своих мужей живыми. Женщины рассказывают, родные братья Евгения и Вячеслав вышли в море на двух моторных лодках. С собой взяли запасной двигатель и бензин. Шторма не было, а в день отплытия они еще говорили с родными по телефону. Они были на связи до 15 минут 9 вечера. И связь прервалась. На следующий день после того, как рыбаки перестали выходить на связь, женщины подняли тревогу и сообщили о пропаже мужей пограничникам. Начались поиски. В море вышел только один спасательный катер. Да и тот через несколько часов вернулся на берег. Нам сказали, у нас их всего два. Как может быть, и когда мне говорят, мы прекращаем поиски, а в 5 утра начнем. Говорю, извините, у нас две семьи, два маленьких ребенка. Мы должны ждать до 5 утра, чтобы возобновили поиски или как. Жены пропавших рыбаков говорят, что просили пограничников поднять вертолет. Возможно, тогда их супругов удастся найти живыми. Мы надеемся на это. Для этого надо вертолет хотя бы. Помогите, пожалуйста. От того, что они лодки послали. Вот ищут. А толк где? Искать людей с воздуха пограничники не могут. Говорят, в их ведомстве нет вертолета. Но он есть в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. И ближайше базируется в Луганске. Однако спасатели, которые также участвуют в поиске рыбаков, решения о привлечении вертолета пока не принимают. Сейчас спасательные катера все еще находятся в Азовском море. Поиски рыбаков продолжаются.